Планометрические решения, планометрических задач. Вот у меня Александр Шейн, я являюсь преподавателем математики, и там долгое время работал в 57-й школе, а сейчас во Франции в городе Монтбелье, и в институте про передачу информации. Тема сегодняшней лекции это, каким образом, ну вообще, чем замечательная математика, что часто какая-то трудная задача, если мне посмотреть с другой стороны, становится очевидным. Вот там человек думает, 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 и не понимает, почему, вот что делать. А потом как-то вот он там, как следует, выспался, или наоборот, бессонные ночи, что-нибудь, и вдруг он соображает, что на самом деле это все очевидно. Ну и вот это такая очень красивая бывает вещь, но сегодня я пытаюсь привести разные примеры, я вот пытался вспомнить разные примеры, где прием один и тот же, что мы начинаем с планиметрической задачи, а потом вдруг выходим, замечаем, что ее можно посмотреть на нее, как бы с третьего измерения, и получается все хорошо и просто. Вот, ну, значит, в качестве первой задачи, ну вот, что я хотел разобрать, она, правда, не очень школьная, но тем не менее, зла напрасная. Вот есть цандартное построение, деление отрезка пополам. Ну, мы уже знаем, что это надо делать, надо поместить окружности и соединить. Получится середина. Ну, теперь, значит, вопрос. А, допустим, у нас нету циркуля. Можно отрезок из них пополам? По линейке посчитать? По линейке посчитать. Ну, а если у нас есть линейка с делениями, то это, конечно, нет вообще ничего не будет. А линейка есть точка, в котором мы дожертили по клетке? Нет клеток, ничего нет. Есть только... Есть только отрезок. Ничего отрезок нет. Ничего не отрезок параллельно. Нет, параллельную отрезку тоже нет. Ничего себе. Вот нарисованы две точки, у вас одна линейка. Что хотите, то и делайте. Теперь можно нарисовать третью точку, провести еще там какие-нибудь прямые. Можно отрезки, можно еще нарисовать четвертую точку, еще что-нибудь провести там. Потом там соединить что-нибудь с чем-нибудь там. Да, потом будет сделать построение, и вот, чтобы почему-то прямая прошла через середину. Как вы думаете, можно это сделать или нет? Нет. Нереально. Нереально. Нет, но это только равно опять линейка. Ну нет, конечно, линейку используют как цирку, а швачку вместо клея, а швачку под ботинковый, если еще чего-нибудь. Это все можно. Но сейчас мы играем в игры, которые называются построение циркулью и линейкой. Почему еще нет циркулью? Нет циркулью? А есть только линейка. А карандаш? Карандаш, в принципе. Если не было бы карандаша, то довольно ясно, что ничего не делали, ничего не сделали. Формально говоря, такое же. Если у нас имеется две точки, можно, во-первых, брать точки наугад. Если есть две точки, то можно их расплести через них прямую. Если есть две прямые, то можно отметить точку пересечения. Спрашивается, можно ли придумать какое-то построение, которое позволило бы найти середину. Вот как здесь, но только без циркуль. Думаете, нельзя? Что можно? Скорее всего, можно. Скорее всего, думаете, можно. Вот если линейка, то с мусором вычислить. Чего? Это было бы правильно. Получится из линей, значит, и так же, но очень рискально. А как у них, может, когда это? Ну, давайте, значит, начинайте, скажу так. Во-первых, вы правы, конечно. На самом деле, нельзя. Но чтобы вам не казалось так это очевидным, чтобы было понятно, что это некоторые содержательные утверждения, давайте я приведу пример, когда можно. Вот тут уже один пример приводили. Если у нас имеется только циркуль, то удивительным образом можно найти середину. А что нужно делать? Нет, я понимаю, если циркуль у нас есть, что если у вас есть молоток, то весь мир гвоздь. Это правильно, но... Нет, так можно. Вот можно нарисовать там... Вот есть две трети. Можно нарисовать такую. Можно нарисовать такую. Но... Мы-то должны получить точку здесь. Причем мы должны получить что-то... Точку можно получить как пересечение каких-то двухокруженностей. Ну чего? Кто-нибудь знает, как это надо делать? Прямую, прямую. А, прямую, прямую. Ну и хорошо провести. У нас циркуль только. Только циркуль. Нет, ну это... Давайте не будем сейчас... Это подробно разбирать. А просто вот такое сведение. К вашему сведению вот. И вы можете дойти в разных местах. Вот если никто сейчас не помнит, быстро ли мысли. Не испомню, но там... Надо, по-моему, у двойного найдется, через... Хорошо, давайте по-простому. Вот, может, сверху. Как это идти... Вот, вот, рассмотрим точку, которая на продолжении этой прямой. Отрезка или окружности. Как ее найти? Это просто будем сообразить сейчас. Длина отрезка. Чего? Длина отрезка. Что длина отрезка? Это точка. Вот у нас есть точка равенную. А мы должны получить точку равенную. Отложить точку равенную на том же расстоянии от В, что и А. Что надо делать? Можно взять циркуль или от середины отрезка АВ, то есть как у нас? От середины отрезка АВ. Хорошо, а как-то середину? Ну, все как-то... У нас есть черт. У нас есть две точки А и В, есть только циркуль. Мы хотим построить точку С, которая находится симметрично точке А, а зиму на В. Сейчас, подождите. То есть построить вот такую отрожню. Нет, не надо строить. А что надо? Цирку садали от точку А и АВ. То же самое, перед ночью... Подождите. А и В у нас уже есть. А и В нам дали. Ну, 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 ну. Нам нужно будет интереснее. Сейчас, подождите. Еще раз. Постановка задачи. Нам дали точки А и В. И цирку. Надо построить точку С, которая находится на продолжении отрезка АВ за точкой В. на том же расстоянии, что и А. Что нужно делать? Отложите прежде, чтобы отложить точки. А это что значит отложить? Мы взяли такой расход. Мы можем провести окружность, но у нас нет прямой АП. Ниже это как? Ну ниже прямой. Пересечение. Просто в произвольное место поставили? Потом когда пересечение будет чуть повыше. Ну чего нет? Это так. Чтобы это не случайно. А вот сейчас я только пошла, и вот там одна прямая. Такая прямая. Ставим цирку. В эту точку. Рисуем окружность адресом АП. Получаем еще одну точку при пересечении окружности Б. В эту точку опять ставим цирку и при рисуем окружность. Следующую пересечению на точку цирку. Понятно, чего говорят мне? Кто понял? Повторите, что нужно сделать? Ну, радиус самого. От точки яку, которая провести окружность цирку, там было бы специально, когда мы пересечем точку. Значит, надо взять вот эту цирку, цирку с того же самого радиуса. И что сделать? Отложить, поставить центр сюда и... И там провести окружность. И она пройдет через вот эти две точки. Естественно, потому что тот же самый радиус. И еще как-то пройдет. Что дальше сделать? Получаем точку. Что мы дальше делаем? А точно так же отсюда откладываем еще раз. То есть мы три раза откладываем по окружности вот тот же самый радиус. И говорите вы, что это случайным образом или нет случайным образом попадет в точку ц, противоположную точке а, в точке б. Кто может объяснить, почему это так? А, прошу прощения. Мы сделаем следующее. Давайте я сотру ненужную окружность. На окружности мы взяли точку. От этой точки отложили по циркулям раствор которого равен радиусу окружности. Отложили один раз, второй раз и третий раз. Вот говорят умные люди, что получится противоположная точка окружности. Надо объяснить почему. Почему нет? Кто может объяснить? Нет, это все... Подождите, давайте все еще объясним. Ну, потому что там три, это правильно. Да. Потому что мы уже знаем, что этот равносторонний треугольник. Вот все стороны равны раствору циркуля. И это равносторонний треугольник, и это равносторонний треугольник. Ну и что? Можно заметить, что отрезок АС два радиуса. Да, отрезок АС два радиуса, можно еще заметить, что АВ и С лежат на одной прямой. А почему это? Потому что углы 60 градусов, а трижды 60 градусов, это 180 градусов. То есть как раз получится. Таким образом, не имея линейки, мы тем не менее смогли продолжить наш отрезок АВ вот в другую сторону, вот в другую сторону, за, и получить точку С. ну а дальше, дальше дальше. Ну а АВ мы уже не разделили, мы разделили АС, получим точку С. АВ мы не разделили. А АВ? показать пример, когда можно сделать что-то нетривиальное и иметь только циркуль. Конечно, мы озадачу пока не решили. Чтобы получить середину АВ, нужно еще как-то дополнительно напрячься. Но вот это нам никто не предлагает. Пока можно. Кто-нибудь знает, как разделить отрезок фолам только циркуля? АВ? Ну, АВ, не важно. Там две точки, нужно какой-то данный отрезок, просто фолам циркуля. Но, хотя никто этого сейчас и не знает, на самом деле это можно. И тоже можно... А сделка для обратную операцию? Ага, обратную. Нам даны точки АВ, что значит сделать обратную операцию? Все не так просто. Еще интересно, если бы у вас была линейка с двумя сторонами, с параллельными, то их тоже можно было бы разделить отрезок фолам. Но если она просто линейка, без всяких делений и только с одной стороны, по которой можно только против прямой, то отрезок фолам разделить нельзя. И к этому есть некоторое доказательство, которое использует выход в трехмерное пространство. Вот первый пример, когда выход в трехмерное пространство позволяет что-то доказать. Но правда он доказывает, что что-то невозможно, это не так интересно может быть. Но тем не менее, давайте какие-то разберем. Как вообще можно доказать? Дело хитрое. Как доказать, что никакое построение не годится. Такая теорема, что одной линейкой нельзя построить середину отрезка. Не существует построения середины отрезка. Ну или переформулировка. Какое построение вы не предложили, но не только вы. Кто бы не предложил построение это. Кто бы не предложил, оно не всегда правильно. Не всегда работает. Но, естественно, иногда оно случайно может работать. Например, если просто построение должен взять случайную точку, где вам понравится. То иногда это будет правильно. Значит, мы хотим доказать, что нет построения, которое работает всегда. А доказательство такое. Мне, к сожалению, надо было бы принести реальное стекло. Но давайте себе представим, что у нас перед доской стоит стекло. И перед ней кто-то загрузит маленький кусочек стекла. И на стекле выполняет свое построение. Отмечает какие-то прямые, проводит, берет какие-то точки. Хорошо, что здесь. Берет какие-то точки, проводит там что-то делаем. В конце концов, там, получается середина ответственного. Как? Не знаю как. Давайте посмотрим, что будет, если осветить вот эта лампа. Посмотрим, что будет, если осветить всю эту картиночку лампой. Тогда линия на стекле будет оставлять тень. Значит, точка на стекле, естественно, оставляет тень, которая будет точкой на доске. А другая точка оставляет какую-то другую тень. А прямая на стекле, тень от нее будет прямой и не будет? Не обязательно. Не обязательно. А почему? В точку может прийти. А, нет. Ну, конечно, если будем светить прямо вдоль стекла, то естественно, что вся прямая сфорентируется в точку. Но это особый случай. Делать не будем так делать. Представим себе, что мы проектируем, освещаем прямую лампу, которая находится вне плоскости. Тогда каждая ее точка отбрасывает какую-то тень. Но вопрос, будут ли эти тени лежать напрямую? Ну, они образуют какую-то линию. Обязательно ли она прямая или она может быть кривой? Как вы думаете? Что? Кривой. Давайте проведем вопрос общественного мнения. Кто считает, что она обязательно будет прямой? Нет. Или вы не голосуете, а управляете камеру? Я не голосую. Никогда не голосую. Нет. Хорошо. А кто считает, что она может быть и кривой? А, ну это может быть вопрос... А можете привести какой-нибудь пример, если почему так может быть? Нет. Может быть, кто считал я. То есть, какой конкретный пример? Кто-нибудь может привести? Ну, вот у нас есть много ламп, но... Я же не знаю. Можно попытаться сделать прямую. Смотрите. Видите? Вот. Ну, та, конечно, четвертая. Может, она так кривая, но почти прямая. Ну, так вроде как тень выглядит как прямая. По крайней мере, с моей стороны. Да. Ну, а может ли кто-нибудь объяснить, почему это всегда будет так? Подобные треугольники. Подобные треугольники. Какие треугольники? Ну, вот. Ну, если взять отрезок прямой, то... И вот точку, из которой исходит свет. Вот у нас есть точка, которая исходит свет. А вот отрезок прямой. Да. И что? Ну, продолжим прямую, которая держится до конца отрезка из точка света. Вот аж вот им это прямой. Да. Вот они где-то пересекают нашу плоскость. Ну, потому что свет прямой линии. Да. Свет, да. Свет в прямой линии. Да. Ну, и очевидно, что... Что очевидно? Нет. Сказать, что здесь треугольники подобные, было бы опрометчиво. Потому что, давайте представим себе, что у нас вот имеется, ну так, в течении, вот имеется лампа, вот имеется стекло, и вот доска. И вот есть две точки на стекле, и вот их теле. А это B. Это теле H или B. Так ничего особенного не подобного. Так что, будет прямой? Титина. А может он тебе объяснить, да хоть чего, почему это прямая? Хотя бы так интенсивно. Потому что это проектирование, которое называется, как суббольный, ну, и канал. Да, да, и вверх, и вверх, и вверх, и вверх, и вверх, и вверх, и вверх. И, ну, скажем, когда проектирует получается, то прямая будет больше, чем... Нет, ну, вообще, скорее всего, будет больше, если особенности клопа или скоттвайна. Но почему прямая это будет? Ну, можно, конечно, назвать это суббольным проектированием, но от этого только ничего... Хоть горшком назови, только тех, кстати, но что мы ничего не узнали нового. Такое интуитивное объяснение, почему это прямая? Потому что тень от прямой прямая. Потому что тень от прямой прямая. Это есть такой метод особенного преподавания. Часто опытные учителя умеют говорить таким убедительным голосом, чтобы это доказать, что создаётся впечатление, что они это уже доказали. Вот вы применяете сейчас тот же самый метод. Вы убедительно повторяете, что это же прямая, но поэтому тень от прямой будет прямой. Потому что тень от прямой будет прямой. Значит, а какое тебе объяснение? Ну, давайте я скажу объяснение, хотя это тоже, на самом деле, не особое объяснение, а так, ну, если не знать стереометры... Она повторяет предмет, тень, она повторяет все тень, поэтому... Ну, хорошо, а тень от круга всегда будет кругом? Нет. Ну, она же повторяет предмет? Нет, это дело тонкое, так вот... Ну, так что, тень от круга всегда будет кругом? Да. Нет? Да. Можно сказать, что она в одной двери... При искажении там может вообще получить САВА. Да, нет. При искажении круга может получить САВА. Ну... Ух ты! Это даже я, пожалуй, могу пытаться продемонстрировать вам более убедительно. Вот возьмем... Я сейчас попытаюсь выводить круг. Так. Ну, это так, как я вам показываю, что более-менее круг. Ну, так, в пределах. А вот мы его проектируем. Видно, по крайней мере... С моей стороны он проектирует как круг почти что-то, но вы, наверное, видите, что он совсем не круг, а овал. Вот с этой стороны... То, что получается на доске... Это все-таки не круг. То есть тень от круга не всегда круга. А тень от прямой всегда прямая. Да. Можно куда-то сюда что-то объяснить? Да, конечно. Ну, давайте возьмем... Только... Граждане, тише, пожалуйста, особенно когда кто-то говорит. У нас какая-то палочка, да. Мы пытаемся ее отразить на полку, с которой... Вот у нас есть отрезок, нарисованный на стекле. Мы смотрим на тень. Извините, давайте возьмем отрезок. Возьмем отрезок, который... То есть вот этот ответ, или плавный, да. Ну, вы прочитали, что... На них можно... Плоскость, когда ввечет плоскость, на которую мы провисуем, по прямой. Ну, видимость прямой какая-то будет. Да. Есть такое объяснение. Оно использует два факта стереометрии, которые, так сказать... Которые, ну, надо поверить. Если вы не изучали стереометрию, ничего другого сделать нельзя. А именно. Через три точки можно провести плоскость. А, через вот лампу и эти две точки можно провести плоскость. Теперь. Все лучи, соединяющие... Значит, второй факт, на самом деле, еще который мы... Третий факт, который мы используем. Что если две точки прямой лежат в плоскости, то и вся прямая лежит в плоскости. Значит, весь этот отрезок целиком лежит в этой самой текущей плоскости. А, следовательно, все его точки лежат в этой плоскости. Следовательно, все эти лучи лежат в этой плоскости. И тем самым у нас имеется как бы точка пересечения, точка встречи двух плоскостей. Одна это плоскость доски, а вторая это вот самая плоскость, в которой движутся лучи, пересекающие прямую. А пересечение двух плоскостей это прямая. Ну, так сказать, вот мы использовали разные факты стереометрии, которые уж тут я никак не могу объяснить. По какому-то смысле аксиому почти что-то. Но, тем не менее, вот видно, что пересечение двух плоскостей тени от прямого получили, что будет прямая. Ну, я не знаю, кому это доказательство кажется убедительным? Да, ну, не особо. Ну, не знаю, лучше... Ну, ладно, давайте я с этим примером... Пожалуй, пожалуй, ведь это и трудно. Ну, помните, посмотрите... Когда вы будете проходить мимо проводов, посмотрите, как выглядит тенет троллейбусных проводов на домах, на разных сооружениях. И тенет, если провод натянут, то видно, что она прямая. Теперь, следующая вещь, в которую, я думаю, вы легче поверите. Вот пусть у нас имеется отрезок. И мы знаем, что у него проекция будет отрезком. А как вы думаете, если она в середину этого отрезка? Спроектируется она в середину отрезка или не обязательно? А можно привести пример, когда она нет? Ну, давайте прямо здесь нарисуем. Это очень неплохо, скажите. Значит, вот у нас отрезок. Вот лампа. Ну, вот видите, пусть попал в середину. Ну, тоже можно сказать, что так довольно ясно, что этот отрезок мы довольно аккуратно разделили пополам, а здесь это все-таки заметно больше. Но можно нарисовать эту картинку еще более убедительно. Давайте нарисуем отрезок, допустим, вот так. А лампу поместил так, чтобы вот куда-нибудь сюда, чтобы одна точка пересекалась только где-то в разумном месте, а вторая бы уходила куда-то там очень-очень далеко. Ну, если это вам кажется, где Саша далеко, можно лампу еще не нужно спустить, тогда она еще дальше будет. Тогда середина этого отрезка будет где-то здесь и не уйдет в бесконечность, когда мы спускаем лампу. Поэтому ясно, что не может быть так, что это равняется этим. А это не соответствует, что посмотрев, что саду эти точка, это сделано, что это очень равно. Надеясь и отрезок. Сейчас, кто тут, вот эти не очень. Надеясь и отрезок. Ну, может, они не равны, но хорошо. Ясно, что прямая середина находится где-то вот здесь. Следовательно, как мы не проектируем, мы попадем примерно вот сюда. А это будет очень далеко. Ясно, что чуть-чуть спустил ее, можно это вообще увести бесконечно. Поэтому надеяться на середину нам не приходит. Теперь самый такой главный момент в рассуждении. Итак, представим себе, что пришел там великий ученый, или там Ломоносов, или Перелиман, или какой-то ферматист, и говорит нам, что вот я придумал сложное построение середины отрезка одной линии. Как его разоблачить? Есть такой способ разоблачения. Давайте попросим его провести это построение на стекле. И Ломоносов, который придет и найдет середину отрезка. Ну, если он не найдет середину отрезка, значит, что он сразу неправильно, и его можно отослать обратно для доработки построения. Но, представляете, что так получилось середину? Тогда мы на том же самом построении посмотрим на доске. Если он на стекле соединял какие-то две точки, то он на доске их тоже соединяет. Ну, если была точка, то есть здесь точка, если привели прямую, то есть здесь прямую. Если эта прямая прошла через точку, то здесь она прошла. Если вверху не пересекались точки, то и здесь они пересекаются. То есть если люди сидят в зале и не видят доски, не видят стекла, а видят только, что какие тени на доске происходят, то они будут тоже видеть то же самое построение. И, следовательно, если это построение было неправильным, то и на доске тоже должна была положить, получиться середину. Но мы видели, что бывают случаи, когда середины разные. Тем самым вот в таком случае построение неизбежно должно дать ошибочный ответ хотя бы в одном из двух вариантов. Либо на стекле, получиться неправильным, либо на доске, потому что эти два варианта друг к другу не согласованы. Таким образом, я считаю, что мы доказали теорему, что какое бы построение кто бы ни предложил, оно не всегда будет давать середину ответственности. Ну, а для доказательств, чтобы опровергнуть претендентов на это построение, полезно иметь стекло и ламу. Ну, вот если я узнал, что здесь такая хорошая лампа, я бы даже принес стекло, но такой вот яркой лампы, это все равно ничего нет. Вот. Вот пример-пример, как вы доказали невозможность чего-то с помощью трехмерного пространства. Давайте теперь я хочу понять, кто считает, что он понял это рассуждение? О, замечательно. Тогда сейчас давайте я еще одно рассуждение разберу с трехмерным пространством и проекцией, раз уж мы заговорили о проекции, но в которой мы будем доказывать уже совершенно теорему. А не то, что что-то нельзя сделать, а будем доказывать просто, как в школе доказывают, что-то. Просто. Ну, в школе всегда верно. Ну, это была такая очень традиционная теорема. Теорема эта называется теорема дезарка. Кто-нибудь слышал, в чем она состоит? Ну, кто слышал, я прошу прощения, но... Она касается некоторой картинки на плоскости, но не очень простой, но тем не менее. А на плоскости проводятся три луча. Ну, значит, проблема с этой картинкой всегда, что если ее плохо рисовать, то она что-то пересекается там очень далеко и получается ненабьянно. Ну, давай попробуем. Значит, из некоторой точки О проводят три луча. И дальше на этих трех лучах строят, берут вершины двух треугольников. Вот один какой-то треугольник, ну, может, я его потом поправлю, чтобы он свыше пересекался, но вот на каждом луче берут по одной точке. И второй треугольник тоже на каждом луче берут по одной точке. То есть, это будет утверждение верно всегда, но просто, чтобы картинка была более наглядной, я хочу нарисовать ее в корне. Теперь, вот есть АВС, и вот есть отрезающие А' В' ЭЦ. Теперь, одноименные отрезки, то есть, ну, вот АВ и А' В' например, которые без штриха и со штрихом, они продолжаются до пересечения. Ну, есть еще случаи, когда они будут оказаться в форме, но пусть так и случилось. Получаем вот здесь пересечение какое-то, получаем вот здесь пересечение, так, и получаем вот здесь пересечение. Получили три точки пересечения. У нас были три стороны треугольника АВВ, Ц и АЦ. Мы пересеклили, соответственно, с А' В' В' Ц и АЦ. Получили три точки. Ну, и, вероятно, вы уже можете догадаться, в чем стоит теорема, что она, эти точки лежат, почему-то оказались на одной треугольнике. Ну, и, действительно, если вы аккуратно проделаете такое построение дома на бумажке, то, скорее всего, у вас, конечно, прямые пересечения очень далеко. Но, если вы будете аккуратно и сделать так, чтобы они не вышли за лиц, то, действительно, с хорошей точностью эти точки окажутся на одной треугольнике. А теперь, значит, знает ли кто-то, почему это так? Никто не знает. Хорошо. Тогда, значит, утверждение стоит в том, что это можно осознать путем медитации с помощью стекла и доски. Ну, скорее, стекла и пол. Значит, вот сейчас, может быть, вы уже осознали это и увидели здесь картинку, что-то трехмерное. Где здесь стекло, где здесь пол? Ну, довольно ясно, где здесь лампа. Лампа находится в точке О. АЦБ находится на стекле. Давайте, вот я его нарисую. АЦБ находится на полу. Вот, здесь у нас там. Здесь там. АЦБ находится. Ну, я не знаю, как это аккуратно рисовать, но вот так вот здесь. Это вот горизонтально, а тут лежат на полу, образуется такая тень. А стекло, вот если вот так смотреть от вас, то вот пол находится вот так, а стекло поставлено вот примерно вот так, а О светит из-за него. То есть вот на самом деле, эта часть уже за стеклом. Этих лучей мы не видим, ну, вернее, видим мы через стекло. Этих лучи заходят за стекло, а здесь он выходит, через стекло проходит, и дальше доходит до пола. Получается такая штука. Ну вот, современные искусства, наверное, могли бы сделать такую инсталляцию, как они выражаются. Взяв три луча лазера, стекло, немного дыма, и, значит, организовать все это. Ребят, дым не нужен, а программа «Живая геометрия» лежит в свободном доступе, и никто не мешает вам это сделать. Это реально полезно. В программе «Живая геометрия», конечно, ее авторы предусмотрели, чтобы все лежало на одной прямой. Это интересно. Они же знают, что это геометрия. Ну, они, конечно, знают. По аналогии со стеклом, стекло не знаем, поэтому «Живая геометрия» — это не доказательство, это все равно, как верить электронному результату подсчета чего-нибудь. А кто его знает? Вот по телевизору считают, кто в какие-то голосах, кто звонил по телефону. А что они там считают? Как делать? Не знаю. Так, давайте лучше соферять стекло. Ну, так и меняешь. Смотрите, вот у нас имеется стекло, вот за него уходит, выходит, выходит лучи, и лучи эти отбрасывают тень на пол. Ну, вот я не знаю, я плохо нарисовал, значит, понятна эта картинка, или надо, как еще объяснять, где что и откуда кто смотрит. Поднимите, пожалуйста, руки, кто считает, что он представляет себе, какая картинка трехмерная имеется в виду. А, ну вот, сейчас, непонятно. Ну, вот смотрите, вот это стоит как бы вот так. О, вот там. И светят лучи вот так. А пол лежит вот здесь, и сюда эти лучи попадают. То есть вот эта вот часть горизонталь. Ну, давайте, можно даже считать, что стекло такое большое. Там он, например, заходит до пола. Ну, сейчас скажу, давайте я сейчас скажу до конца, а потом еще нарисую картину, если хочешь идти. Значит, теперь, почему эти точки лежат на одной прямой? Может быть, кто-нибудь уже догадался, что это будет за прямая? Пересечение будет пересечения. Конечно. Это будет пересечение плоскости стекла и плоскости пола. Представьте себе, что стекло на самом деле большое, и доход за там пол. То есть вот стекло у нас, вот у нас, ну, давайте, вот это, вот имеется пол, вот имеется такое большое стекло, которое вот здесь стоит, здесь стоит лампа, а мы смотрим оттуда. И вот здесь образуются, вот эти три луча идут, здесь образуется тень, там, в общем, тут очень хорошо даже и пол, все есть. Можно было бы стекло пересечить, но, окей, не стекло. Теперь смотрите, смотрите, прямая АВ, она находится, естественно, в плоскости стекла. И дальше она продолжает оставаться, как мы продолжаем дальше сколько угодно, она продолжает оставаться в плоскости стекла, правда? А прямая А-штрих, В-штрих, естественно, нарисована на полу. И если она продолжается, то она остается в плоскости пола. И прямые пересекаются в точке, которая лежит и на стекле, и на полу. То есть в том месте, где стекло касается пола. Ну, почему бы и нет, что угодно могут быть, или нет. Стекло вообще при наклоне, не обязательно понимаю, но как-то оно на полу наклонено. Но не важно, какой там угол. Важно, что точка, где прямые пересекаются, лежит на самом деле на сгиб, вот на этом линии сгиба, или как сказать, но вот где пол встречается со стеклом. Ну, где пол встречается со стеклом. Ну, называется там на вершине. Прямой, являющейся вершиной двугранулом угла. Ну, не важно, очень понятно, где-то здесь стекло встречается со стеклом. И эти три точки, все две другие точки тоже лежат по тем же самым причинам. А-штрих лежит на стекле, а-штрих, в-штрих на полу, пересечения лежат на линии встречи. Ну, соответственно, все эти три точки будут лежать на одной прямой, в трехмерном пространстве, они будут лежать на одной прямой, которая есть линия пересечения. Вот теперь, если мы эту всю картинку сфотографируем, и, значит, точки, которые на одной прямой были на картинке на жизни, они будут на одной прямой фотографии. Тем самым, в исходной картинке на космосе, у нас три точки тоже лежат на одной прямой. Вот такое вот доказательство. Значит, это называется теоретом дезанга. И эта наука, которая изучает вот такие вещи, сохраняющиеся при проектировании, называется проективная геометрия. Ну и вот мы с помощью трехмерного рассуждения доказали плоскую теорему из проективной геометрии. Может быть, кто из вас знает такую задачу планиметрическую? Есть три окружности. Разного диагноза. Разного диагноза. И к ним построили, к каждым двум окружностям построили общие внешние касатели. То есть, вот. Георгиев по поводу, как и друг друг друга. Это будет немного похожим на терины дезанг. По поводу, если мы обрушаемся. И наконец-то. Но вот, сейчас, вот есть окружность O1 и 2-1, которая может быть так называемым в médiе данного круга. И в каждой паре проведена пара внеских касательных. Одна пересекается вот так, другая вот так, и третья пересекается вот так. Ну и вы, наверное, уже догадались, в чем стоит теорета. В чем? Слушай, прямая. Что все эти три точки лежат на одной плоскости. Прямой. Ну, любите себя, ребятки. Как учит Фрейд, подсознание определяет оговорки. Значит, действительно будут плоскости, но теоремы утверждают, что они лежат на одной плоскости. Ну и вот я сейчас попытаюсь объяснить наглядно, почему это так. Это не очень строго, и даже не очень, в принципе, там надо не так просто объяснить строго. Но, тем не менее, надеюсь, что это будет... А может кто-нибудь знает такое простое рассуждение, почему это без стереометра и почему это верхняя? Пока это никому не очевидно. Но это хорошо, потому что тогда будет какой-то польза. Значит... А давайте сначала себе представим конус. Такое отвлечем связано. И представим себе конус. Ну, какой-то колпак. Теперь представим себе, что мы в этот колпак заталкиваем шар. Так, чтобы он в него уперся. Что получится? Естественно, что шар упрется в конус. Будет какая-то линия упора. Как это будет выглядеть? Ну, шар до какого-то места дойдет. И будет ему касаться по окружности. А если мы, скажем, положим еще один побольше шара, он будет касаться по окружности больше окружности. Ну, они, конечно, должны более эмонистичнее касаться. Но, значит, теперь на эту картину я предлагаю все с другой стороны. Что если есть два шара, то можно образовать конус, который оба содержатся. Вот таким образом вложим. То есть, если у нас какой-нибудь шар побольше, шар поменьше, то мы можем сделать такой конус, который оба эти шара касаются изнутри. Ну, вот как здесь нерисованным. Почему бы и нет? Можно сделать такой конус. Теперь, что мы видим на этой картинке? На этой картинке, будем ее себе представлять так, то это окружности, на самом деле это мы их видим в окружности, а на самом деле это шары. То есть, вот есть такой большой шар и а. Вот мы видим его в окружности. И этот тоже шар, который мы видим в окружности, и этот тоже шар. А вот эти две линии, это конусы. То есть, теперь значит такая, что в пространстве имеется три шара, и мы для каждого из этих двух шаров, ну, правда здесь такой развертый шар, потому что конус не делается, но все не поменьше. Для каждого из этих шаров мы на них такой вот настраиваем конус. И у этих конусов есть вершины. И вот эти вершины в пространстве на самом деле лежат на одной прямой. Почему это кажется правдоподобным? Как это объяснить? Это прямая будет пересечением двух плоскостей. Но представьте, что здесь есть вот три шара. Вот прямо здесь вот. Один шар, другой шар, третий шар. Представьте себе, что мы на эти три шара положили плоскость. Сверху положили кусок плексигласа. Тогда, естественно, этот кусок плексигласа будет касаться, ну, упрется в эти шары, ну, а так даже не только он в шары упрется, а просто он упрется в образующую конус. Ну, что будет каждый кусок плексигласа, а на нем будет лежать вот так вот конус. Это касается прямой. То есть, если мы положим на эти шары стекло, то это стекло коснется этих конусов. То есть, конус будет касаться стекла, и, в частности, вершина конуса будет тоже лежать на стекле. То есть, вот нужно себе представлять себе такой, такой три шара, уложенное стекло, и вершины конуса оказываются на этом стекле. Ну, а теперь мы можем такое же стекло положить с другой стороны. И получится два стекла, между которыми эти шары как бы зажат. Ну, представьте себе такой вот угол, а внутри вложено три шара. И дальше, вместе с этими шарами, вокруг них понастроены конусы. Эти конусы тоже касаются плоскости. Вершины их лежат в плоскости, а эти точки лежат на линии пересечения плоскости. Ну, вот не знаю, угодил я вас или нет. Непонятно, да? Ну, эта строгая письма еще сложнее, чем стеоревый дизайн, да? Поскольку вот еще шары, конусы, надо понимать, как они касаются. Ну, хорошо, я опять же боюсь спрашивать, но все-таки спрашиваю, кто считает, что это рассуждение угодительное? Есть такие или хоть кто-нибудь? Да, ну, вот видно, что меньше он стоп. Ну, хорошо, ладно, давайте, давайте... Сейчас попробую еще один опыт с конусами и шарами. Если это будет непонятно, то тогда мы берем другой задачи, где нет таких слов, которые... серебрических фигур, может быть, будет проще. Ладно, ну, ничего не поделаешь. Ну, а на самом деле они лежат на прямой. Но, впрочем, знаете ли вы, что такое эллипс? Что такое эллипс? Вау, кривая второго порядка. Вау, кривая второго порядка. Над полем вещественных чисел, да. А кто-нибудь может попростому описать такое эллипс? Овал. Надо взять круг? Надо взять круг? Нет, надо вот, например, взять вёстку, есть два-два изъятия... А! Значит, это я на другой... Значит, есть два определения эллипса. Одно эллипс. Одно эллипс. Надо взять круг, нарисовать его на... Вот, нарисовать круг на такой клетчатой резиновой губы. Дальше, нужно эту губаку растянуть... в одну сторону. То есть по вертикали останется то же самое расстояние, а по горизонтали... Ну, я не успокоюсь рисовать аккуратно, но давайте... Вот она станет уже не квадратным прямоугольником, но и вот она будет разделена тоже на какие-то прямоугольные штучки, который, конечно, должно быть то же самое число... Простите... Ну, это получится какая-то вот такая там растянутая вещь. Значит, этот вот круг, он после растяжения в одну сторону даёт... И... Это один вариант определения эллипси. А, есть гвоздьём. А, есть гвоздьём. Вот сейчас как раз... Как раз наш пример применения трёхмерных рассуждения будет объяснение, почему это один и тот же сам... Получается одно и то же. Скажите про гвоздь. Ну, нужно взять, по меру, бить два гвоздя... Бить два гвоздя. Ну, давайте мы мысленно вобьём два гвоздя в гвоздь. Дальше мы что делаем? Резинку, вот так вот. Резинку или нерастяжимую? Нет, но она растяжимая. Мы ставим карандаш и вот так вот оттягиваем. Сейчас, можно её ставить в карандаш и оттягиваем. Но если она растяжимая, так мы можем оттягивать куда угодно. Нет, ну как бы более жёстко. То есть надо взять как раз наоборот штурок, который вы не растянете. И ставим сюда карандаш так, чтобы образовалась такая петля. Ну, посмотрите, ну, вводится этот карандаш туда-сюда. Получится такая кривая. А он вроде должен накачивать его немножко. Почему же? Значит, у нас же какой-то есть избыток, это верёвочек. Значит, когда мы её будем тянуть сюда, он останется вот так. Ну, какой-то кусок и останется, да? Ну, то есть есть такое постоянное расстояние, вот это, там, d. И верёвка постоянной длины. Значит, сумма вот этих двух отрезков можно сделать иначе. Можно даже сделать иначе. Можно просто верёвочку не натягивать. Здесь, здесь бить. Ну, завязать свой поиск, здесь завязать длины. И вводить карандаш так. И вот она называется эллипс. Ну, видно, что определение совершенно другое. Здесь мы ничего не растягиваем, а рисуем с помощью верёвочки. Научно говорят так, что эллипс есть, ну, раньше говорили геометрическое место точек, потом говорили множество точек, а сейчас, наверное, на фене говорят, если вообще говорят геометрическое место точек. Это кривая, на которой находятся точки, у которых сумма расстояния до двух данных точек постоянная. Это называется фокус эллипса. От любой точки эллипса сумма расстояния до фокусов постоянная. Ну, кстати, там есть разные интересные свойства. Например, можно доказать, что эти два отрезка образуются с фокусами, равные у ку. И поэтому, если вы выстроите какой-нибудь зал в форме эллипса, и здесь поставите, скажем, источник света, зеркальный зал, где эллипса, здесь поставите источник света, то этот весь свет соберётся в другом фокусе. Он отразится, как раз, как упадение равных фокусов. Или, если это просто помещение, не зеркальное, но с твёрдыми стенами. И здесь кто-то очень тихо говорит, то в другом месте человек может услышать, потому что всё очень хорошо отражается. А физики бы сказали, что волны, которые отсюда выпущены, у них все эти пути имеют разную длину, поэтому они приходят сюда в фазу, и складываются друг с другом вместо того, чтобы инверсировать. Ну, неважно, это всё так просто, к слову. А теорема состоит в том, что это одно и то же. Что если мы нарисуем круг, потом его расценим, то оказывается, что это как раз можно будет найти такие две точки, что сумма расстояния, что все вот эти расстояния, они равны. Ну, в общем, так это не очень наглядно и очевидно, я бы это сказал совсем неочевидно, почему это вдруг, мы растянули круг, почему вдруг такое странное свойство выпущено. Может быть, кто-нибудь знает, как это так оказывается. Ну, значит, если не знаете, давайте я вам расскажу. Во-первых, надо усмотреть эллипс пространства. Значит, эллипс пространства можно усмотреть таким образом. Давайте мы нарисуем, рассмотрим горизонтальную плоскость и рассмотрим наклонную. А свет падает вертикально. Ну, или, наоборот, снизу идет свет вертикально. Может быть, даже лучше представить, что свет снизу идет. Тогда что происходит с отрезками на этой плоскости? Ну, получается, какие-то отрезки на этой плоскости. Значит, какие отрезки растягиваются больше, а какие меньше? Ну, вообще-то отрезки на этой плоскости, по-моему, подлиннее, чем на горизонтальной. Но одни растягиваются больше, а другие – меньше. Как вы думаете? Те, что дальше растягивают? Те, что дальше растягивают? Те, что дальше растягивают? Ну, не скажите. Смотрите. Ну, так можно даже нарисовать вот так, что если у нас несколько отрезков на разных расстояниях, и мы их все спроектируем снизу, то если равные отрезки переходят… То есть, не так важно, на каком расстоянии мы находимся от границы. Если у нас лучи проектирование параллельное, то отрезки, которые здесь находятся на разных расстояниях, будут проектироваться только по этой картинке. Это называется теорема фалисик. По этой картинке они будут проектироваться только как равные. Это паникулерные параллельные? Да. Ну, вот есть важная вещь. Если отрезок у нас идет параллельно вот этой линии пересечения, то естественно ничего не произойдет, он так и останется. Такого же расстояния. Вот если у нас идет вот такой квадратик, то с этим квадратиком произойдет то же самое, что при растягивании. То есть одна его сторона, вот эта сторона, останется как дула, сторона, которая параллельно линии пересечения останется как дула, а вторая сторона растягивается. То есть вместо того, чтобы растягивать резинку, можно нарисовать что-нибудь, например, круг. Здесь можно нарисовать круг. Ну, мне так трудно показать уже так, уже это наклон. Но вот здесь можно нарисовать. И посмотреть, какая у него останется тень. Тень будет какой-то наклон. И это как раз будет эллипс. То есть процесс растяжения можно геолитически заменить процессом проектирования на наклонную плоту вертикальных кучков лучей с горизонтальным просто. Ну, а теперь, значит, где в реальной жизни легче всего увидеть такую картинку, где получается эллипс одним способом? Ну, давайте даже за более конкретный вопрос. В каком магазине это проще всего увидеть? Золото. Колбаса. Нет. Вы слишком абстрактно рассуждаете. Ну, хорошо. Какой товар больше всего наглядывает эту картину? Колбаса. Правильно. Где у нас здесь колбаса и что вообще происходит? У нас имеется вертикальный цилиндр, который образует тень от этого самого круга в пространстве. И этот вертикальный цилиндр пересекается наклонной плоскостью. А получается такой кружочек колбасы, который можно... Ну, колбасу режут такими красными ломцами, чтобы точка получалась подлиннее и создавалось впечатление, что колбасы больше. Поэтому вот те ломтики колбасы, которые вы видите, вы видите, это и есть, но с точностью до неровности кишок, из которых делали колбасу, это и праздник эллипс. Так что мы уже обнаружили, что наше геометрическое определение эллипса, как растянутый круг, мы от него можем перейти к другому определению эллипса, как сечение цилиндр. Так что если вы будете когда-нибудь выпивать и закусываться, захотите объяснить своим собутыльникам, чем полезная геометрия, вы можете взять кусочек колбасы и сказать, что вот тут на этом кусочке есть две такие точки, что сумма расстояния от любой точки шкурки для этих двух точек одна и так же. Мы не уверены, что это произойдет впечатление, но тем не менее у вас есть возможность это действовать. Мы обещали доказать, как это доказать геометрически в трехмерном пространстве. Про растянутый круг мы уже забыли. Я помню про цилиндр и сечение цилиндра эллипса. И вот теперь называется такая штука, которую придумал человек Данделен. Оно называется шары Данделен. Такая штука странная, немного, но очень проста. Давайте рассмотрим... Представьте, что это такой сделан прямо цилиндр, сделан из чего-то, из какой-то стену поверхности. Давайте в него сверху вложим шар, который в точности по размеру такой, как этот цилиндр. Он так плотно войдет, и его можно будет двигать внутри цилиндра, так, чтобы он двинулся вверх. И снизу вложим до куши. Искусство преподавателей математики часто требует неожиданной любви. Значит, что мы сделали? Давайте возьмем этот цилиндр, начнем эти шары, подготовим эти шары, их укладываем на нем, и будем их укладывать до тех пор, пока они не упрутся в это сечение. То есть, представьте, что там он разрезан и сделан проложеная какая-то плоскость, шары в некоторый момент упрутся. Давайте, пытаюсь нарисовать тот момент, когда они укладываются. Не так просто. Ну, конечно, это реалистическое слово получается, но тем не менее, давайте вообще... Значит, вот они по прежнему касаются стороны поверхности цилиндра по окружности. Вот есть две такие окружности. Вот есть два шара, которые мы пытались внутри этого цилиндра друг другом сталкивать, сближать. Но вот они уперлись в этот самый вид и все дальше не идут. Вот они где-то здесь уперлись. Значит, понятно геометрически, что имеется в виду? Кто куда прикладывается, во что упирается. Понятно? Да. Теперь вот эти точки, которые они уперлись, будут фокусами. По очень простой причине. Рассмотрим какую-нибудь точку элипса. Тогда, вот если мы соединим ее с фокусом, у нас получится касательная к шару. Ну, смотрите, шар лежит на плоскости, мы взяли какую-то точку на этой плоскости и соединились с точкой косами. Ну, естественно, получится прямая, которая будет касаться шара вот в этой речке. Вроде ничего странного. С другой стороны, можно рисовать перстекальную прямую, проходящую через эту точку. По краю цилиндра. Называется образующая цилиндра. Но она, естественно, вот коснется шара в этом месте. Точки пересечения. Вот будет еще одна. Теперь, в чем великая сила этого рассуждения? Что две касательные к шару, они всегда равны. То есть если у нас с какой-то точки приведены две касательные к шару, то они равны. Потому что все эти касательные вместе обертывают шар таким конусом, который его пересекает по окружности. Ну, по теории Фагора можно сказать, что касательные – это квадрат. Касательные – это квадрат этого расстояния. Но так или иначе касательные равны. То есть смотрите, вот это равно вот этому. Одна – это отрезок до фокуса будущего, а другая – это отрезок кусок образующего. Точно так и с этим шаром. Вот этот отрезок до фокуса равен отрезку… Ну, правда, он тут не очень равен, но… Равен отрезку образующего. Теперь. Значит, сумма этих отрезков равняется просто расстоянию по цилиндру между этими двумя кругами. Вот этому вертикальному расстоянию. Значит, сумма расстояния до фокуса – это длина отрезка образующего. И следовательно, следовательно, она не зависит, поскольку если мы начнем с другой точки, то у нас получат другие расстояния до фокуса, но длина отрезка образующего будет та же самая. В другом месте цилиндра между этими двумя окружностями, естественно, такое же расстояние. Тем самым мы нашли вот эти самые нагадочные точки, и чтобы найти эти фокусы в колбасе, нужно представить сверху весь шар, который вписанный касается, доходит почти так далее. В том месте, где он впервые выходит на поверхность течения, и будет фокусом. Ничего, убедительно это или не очень? Это более понятно. Хорошо, тогда, значит, с Элипсом разобрались. Давайте мы теперь разберем фильмы совсем назад, который даже не по планиметрии, а вообще так. А можно два слова по этому поводу? Ребят, есть сайт квант.инфо, там есть раздел «Советуем почитать», где есть подраздел «Рисуйте по-новому». Так вот, то, что вам сейчас показали, очень красиво, абсолютно точно и с мультфильмом там нарисовано. Причем не только для цилиндра, а и для конуса. Ну, в общем, много-много-много там разных рисунков, очень советую посмотреть. Да, есть такой человек, Миша Панов, который умеет рисовать замечательные картиночки. И он нарисовал огромное количество картинок разного мультиматического содержания, исключительно качественно. И все они сделаны с полной точностью, и очень много будет их подводить. Иногда были такие модели, можно было, продавались в магазинах учебных пособий, продавались сделанные из стекла штуки, и там было видно, действительно, как это все касается. Давайте, чтобы было что-нибудь совсем другое, не похожее на предыдущее, уже никаких кривых. Так, я забыл сказать про эту, извиняюсь. Я забыл сказать еще одну про эту. Для одиннадцатиклассников такая есть задача в геометрии. Очень забавно, что мой приятель, а то есть студент Мехмата, он рассказал мне эту задачу как пример применения высшей математики и техники интегрированной. И совершенно не подозревал, что она имеет очень простой геометрический объяснение. Но вот задача такая. Есть кривая, которая называется синусоидом. График синуса, он устроен на статус. Вот это синусоидом. Спрашивается, какая длина у синусоидом? Значит, ну никакой точной формулы, замкнутой формулы, выражающей через обычные операции, нету. Но зато можно сказать следующее, что длина у синусоиды равняется длине эллипса, который получен из круга единичного радиуса, растяжение в корень из двух раз. Это синусоидом. Я ничего не перепутал только. Один. Правильно. Один корень из двух. Вроде ничего не перепутал. Да. Вот такой. Да. Ну может, кто-то у вас сообразил, почему это геометрически верно? Нет, это так действительно не просто догадаться, но может вдруг кто-нибудь заметил. Да. Ну давайте я скажу указания. Тут нужна не колбаса, а свечка. Ну или, впрочем, колбаса может тоже сгодиться, если у вас есть острый нож. Нужно сделать следующее. Нужно обернуть колбасу в бумажку, разрезать колбасу ножом прямой, посмотреть, что получится и задуматься. И тогда вы поймете, почему длина синусоида равняется длине эллипса. Ну, по крайней мере, первые три шага не требует никакого математического образования. Обернуть колбасу в бумажку, надо взять просто так и завернуть ее, потом взять острый нож и под углом разрезать. И развернуть. И подумать, в чем состоит приказатель стены. Это я забыл сказать раньше, а сейчас я перехожу к совершенно другому. Если даже вам их уже надоели, то больше их не будет, а будет совершенно другая игра. Давайте нарисуем такую игру. Поле разбито на треугольник. Что с треугольник? Поле разбито на треугольник. Поле разбито на треугольник. И оно выложено рогами. Значит, вот у нас имеется рог, который занимает два треугольника. Оно выложено вот так. Оно выложено. Все можно выложить рогами, даже по многим способам. Значит, мы не знаем, что это сейчас не потрясаю. Поле выложено, но можете себе представлять, что у нас имеется какая-то фанера. В ней имеется вот штреугольная лютка. И этот лют посовещен, и его выложено на положенные цены. Значит, это единственный способ замощения или не единственный? Можно ли их замостить как-то иначе? Да, можно все перевернуть, тогда вот эта линия пойдет уже наверх. А можно ли несколько вынуть рогами и положить иначе? Какое минимальное изменение можно сделать, чтобы что-то переменить здесь? Вот у нас есть все выложено такими плитками. Можно ли мы, скажем, ну если мы одну плитку вынем, то ее, естественно, можно выложить обратно, куда мы ее взяли. И на самом деле, я думаю, что если две тоже вынуть, то тоже ничего не получится. Но вот если три вынуть, то их можно положить иначе. Видит ли кто-нибудь, как это сделать? Нет, посередине, которую надо развернуть. Да, вот можно взять вот эту штуку, которая посередине, и ее развернуть. То есть, выложить теперь иначе. Тот же самый шестоеугольник, сниженный, он будет теперь развернут. То есть, он будет вот так. Ну, давайте это сделаем. Прямо вот на этой картинке. Значит, нам нужно было вот сделать... Тихо-тихо. Сейчас вот... Умять. Правильно. Ну, выдали секрет. Ну, ладно. Значит, а можно ли еще что-нибудь сделать? Ну, можно, конечно, вернуть обратно. Можно это слово заменить обратно. Но есть ли какую-нибудь другую вещь, которую можно заменить? Где можно заменить? Где? Значит, вот есть такая, например, вот здесь. Или вот здесь такая есть. Здесь такая есть. Ее тоже можно заменить на... Нет, я тоже сам не замал. Можно заменить на оборот. Ну, у нас снова образовались штуки, которые можно заменить. Сколько у нас мест, где можно заменить? Где можно найти такой кусок и заменить его на такой? Два. Два. Где они? Даже четыре. Четыре. Где они? Покажите. Объясните. Ну, будете, например, так. Ну, если вам не сложно. Выпусите человека, покажите. Вот, смотрите. То, что было. А, вот вы нашли вот этот кусочек. Вот этот. Да, подожди, а где второй, давайте, прежде чем? Этот. Нет, подождите, был только... Вот было так. Давайте прямо на этой картинке покажите три места. Это четыре места. Вот одно. Где еще? Сейчас. Два. Это какое? Вот какое? Нет. Если вы выйдете только эти, то ничего вставить сюда не удастся. Нет. Здесь у нас очень хорошо. Здесь три бежута друг друга, это можно заменить. А здесь нет. А здесь нет. Вот тоже нет. Есть реально два места. Вот здесь и вот этот. Ну, давайте заменим в одном из них. Надо тогда привести вот эту или... Ну, вот здесь. Ну, можно еще даже и вот этот заменить. Сколько мы уже сделали замен? Сколько мы сделали? Четыре. Четыре сделанные замены. Да. Четыре сделанные замены. А тогда здесь уже даже много места. А. Теперь появились новые места, где можно сделать замену. Можно сделать... Сейчас. И что? Может ли быть так, что мы будем бесконечно долго заменять? Нет. Или рано или просто? Рано или просто закончится. Рано или просто закончится. Ну, давайте поверим. Это пятая замена. Еще можно сделать замену? Здесь. Здесь. Да. Давайте сделаем здесь. Шестая замена. Так. Седьмая замена. Давайте. И все. И все. Больше уже ничего и нельзя. А. И осталось последнее. А. И осталось последнее все. Нужно без этого нельзя, ребята. Пам-пам-пам-пам-пам. Так. И все. Больше уже ничего и сделать нельзя. Нет. Нет. Есть такая та самая. Я видел. Нет. Можно делать? Пойди тогда по-другому. Тогда взять. Нет. Обратно. Но обратно. Конечно можно. А так ну. Больше чтобы вот это сделать можно? Да. Хорошо. Значит. Теперь у меня тогда... О. Я вспомнил, что есть такая видеозапись, где на концерте... Подождите. 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 На концерте какого-то трио. Я уже не знаю, подстроено это или нет. Звонит сотовый телефон с такой стандартной мелодией фирмы Nokia. Та-та-та-ра, та-та-та-ра, па-па-пам-пам-пам. И товарищи, которые там в фортепиано с криками Херлан Чель, которые на сцене, вдруг начинают это играть очень лихо. И оказалось, потом я прочел, что эта фирма Nokia в свое время купила фрагмент, фрагмент по поводу Татьянова трио, уже не помню у кого, у кого автора. И за определенную плату получила разрешение на веки использовать бесплатно, бесплатно эту музыку во всех своих сотовых телефонах до конца веков. Хорошо. Значит, мы сделали восемь операций. Но можно было бы делать их в другом порядке. А получилось бы то же самое? Или можно было бы сделать больше операций или меньше? Это всего восемь операций. То есть, вот есть на самом деле такая теорема, что что мы не делаем, в каком порядке мы не выполняем эти замены, их будет всегда ровно восемь. Ну, пока мы все восемь не сделаем, еще можно будет сделать следующее. Но после восьми мы обязательно придем, причем придем ровно к этой конфигурации. А восемь всегда будет. А восемь всегда будет. То есть, нельзя сделать, скажем, семь замен, чтоб больше нельзя было сделать. Всегда можно сделать ровно восемь. А если бы мы начали с большей доски, где бы разделили бы в каждую сторону на три части, тогда вот умные люди говорят, что двадцать семь. А почему двадцать семь? Изначально как было большим кубиком, но каждый тут уже верит, потому что многие люди выбирают. Да, вот нам выдали, правда, секрет нам выдали раньше. Значит, что на самом деле происходит? Вот эту картиночку можно себе представлять так. Вот у нас имеется стена, и в нее выложен, помещен кубик размером 2х2х2, состоящий из восьми маленьких кубиков. Ну вот я плохо его нарисовал, но представьте себе, вот имеется стена, просто вот угол стены, при прямом уголе, и сюда положено восемь кубиков друг на друга. И мы смотрим, мы видим как бы вот кубик. Вот это один маленький кубик. А на самом деле, изначально у нас больший кубик стоит, стоит двойного размера, и он разрезан на восемь кубиков. Вот так положено здесь. Ну как кубик-кубик, только они все разъемные. Теперь, чему соответствует вот одно такое действие? Вот мы реально его здесь вынули. Что мы сделали? Вот у нас здесь угловой кубик. Давайте его вынем. Тогда образуется такая вмятина на месте, это угловой кубик. Ну и можно себе представить, как образуется эта вмятина. Ну, я специально нарисовал так, чтобы она была не совсем одинаковая, чтобы было видно, что вот у нас есть кубик. Мы кубик вынули, а объем образовалась вмятина. Но если смотреть с правильного направления, то они, конечно, будут, эта точка будет так же. Вот образовалась такая вмятина. То есть у нас есть... Здесь кубик весь чистый с поверхностями, а вот мы там из этого сыра вывезли вот еще такой маленький кусочек. Ну, теперь, где у нас следующие места, где можно снова сделать замену? Там, где мы видим некоторый кубик на нас торчит. Вот у нас есть вот этот кубик, который углом к нам. Есть вот этот кубик, есть вот этот кубик. И любой из трех можно заменить. Ну или все три сразу. И постепенно мы будем вынимать по одному кубику и их заменять, пока не останется пустое место. Пока не останется стена. Вот наша стена, которая была здесь. И на ней останутся просто следы, и в этой картинке уже больше ничего не заменишь. Вот есть вот пунклый угол, который здесь вниз. Можно только обратно кубик и класть, а в ней больше ничего нельзя. То есть видно, что вот таким образом, удивительно, как в каком порядке не выполняют эти операции, их количество всегда будет одно и то же, и кончится всегда одной и той же картинкой. И это совершенно очевидно, как нам правильно говорят, если на это так посмотреть правильно, и увидеть здесь трехмерную картину. Ну, есть еще много разных примеров. Давайте я скажу еще один, про который вы можете прочесть. Я специально даже сфотографировал, это и для журнала Квам. Есть такая геометрическая задача, что если мы введем три окружности, и проведем их в общие формы, то они пересекутся в одной точке. Кто-нибудь знает, как решать эту задачу? Знаете? А, ну вы читаете. Нет, есть геометрическое решение с тем, что отрезки секущих-то больше. Но трехмерное решение такое. Нужно организовать мыльные пузыри. Если вы просто на поверхности воды сделаете мыльный пузырь, то это будет такая полусфера. Если вы сделаете два пузыря, то они друг с другом цикнутся. И если смотреть на них сверху, то как раз будет две полусферы, и между ними будет общая форма. Ну там на самом деле будет еще пленочка. В какую сторону, кстати, будет выгнута промежуточная пленка между двя пузырями? Куда? Налево или направо? Направо. Направо? Она будет в ту сторону, где больше давление. Ну откуда больше? Куда действует больше давление? В каком пузыре давление больше? В большом или в малом? В большом. В большом. Ну вот, если вы приходите домой, можете провести опыт, посмотреть, что на самом деле. Но так или иначе, если мы на эту внутреннюю пробку не обращаем внимания, то у нас есть просто две полусферы, и они пересекаются в полуопрожности. А теперь мы смотрим на три полусферы. И эти пересекаются в полуопрожности, которые сверху мы видим прямую. Эти в полуопрожности, эти в полуопрожности. А все вместе, все три сферы пересекаются в одной точке, естественно, потому что эта полуопрожности протыкает эту сферу третью. И эта точка, естественно, должна лежать на всех трех общих хордах, поэтому все три общие хорды пересекаются в одной точке. И это можно таким образом доказать, ну не доказать, а объяснить с помощью мыльных пузырей очень просто. Ну, бывает еще много разных примеров, но, значит, сейчас уже у нас время кончилось. Нет, 20 минут еще. 20 минут еще, но все же обалдеют совершенно. Ну, раньше не обалдели. У меня примеров совершенно достаточно. Нет, нет, в общем, реально хорошо бы еще 20 минут. Нет, нет. Естественно, что те, кто уже обалдели, вполне могут уйти. Это будет воспринято. Можно было и не приходить. Я бы на вашем месте обалдел уже давно, поэтому это не будет воспринято как что-то невежное. Вы можете это смело сделать. Но, значит, если у нас есть время, то я, конечно, расскажу еще. Вот еще одна, одна задача есть. Представьте себе, что у вас на полу получилась лужа. Ну, краску вы разлили, получилось такое круглое пятно. И у вас имеются салфетки. Не салфетки, а туалетная бумага, тухонные. В общем, разные ролики, которыми можно это пятно закрывать. То есть вы хотите, чтобы пятно было не видно, и для этого пытаетесь его закрыть. Мы положили какой-то кусок, полоску. Вот, часть закрыта. Ну, можно, в принципе, еще положить какую-то полоску пошире вот так. Еще какую-то полоску можно положить вот так. Ну, и можно надеяться, так, что мы хотим закрыть пятно. Оказывается, что есть такая теорема. что если пятно закрыто, то если пятно закрыто, полосок больше или равна идеальнику пятно. Пятно закрыто. Ну, то есть если полоски прямо прикладываем друг к другу, то это совершенно ясно. Просто, чтобы все вместе их хватило на пятно, ясно, что сумма полосок сумма ширин должна быть покрыть, по крайней мере, диаметр пятно. Но, оказывается, что если мы кладем косо, то ничего выиграть мы все равно не можем. Сумма ширин все равно будет больше, чем диаметр пятно. И это единственное известное мне доказательство. Оно трехмерное, и используется некоторую теорему, которую можно... Давайте я ее нанесу, пишу отдельно здесь. Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь такие бывают яйцерески, что она устроена... Там есть такие... Да-да-да, там есть такие жесткие лески, но реально они металлические, закрепленные на такой наклонной штуке. Есть такое место, куда кладется яйцо, и так раз, и яйцо все разрезается с таких полосок. Ну, получается, что получаются такие одинаковые пружочки, или, если вы положите в косо, то там эллипсы. Ну, и эллипсы, а вот там такие яйцерески. Но... Вот такая есть яйцереска. Но представьте себе, что мы положим у вас совершенно круглое... Круглое яйцо или там лимон круглый. Значит, теорема вот о лимоне и яйцереске... Давай так, прямо... Она говорит, что все кусочки имеют поровну кожу рыбу. То есть, если вот у нас был лимон, который мы будем условно считать круглым, и мы его порезали на равные части, то шкурки лимонные в каждой части попало одинаковое количество. Это немного странно, потому что, казалось бы, у среднего ломтика такая длинная шкурка, большая шкурка, а у маленького ломтика шкурка маленькая. Как же так может быть? Дело в том, что... Нет, части все одинаковые толщины. Но дело в том, что эта толщина по-разному сказывается на шкурке. То есть, если здесь шкурка идет под углом, но особенно с краю это хорошо видно, что здесь тонкая часть, в нее уходит много шкурки. А в среднюю часть, хотя она и маленькая, но все равно большая. А в средней части, хотя колечко длинное, но по высоте оно маленькое, и, соответственно, узкое, поэтому шкурки меньше. Отсюда, кстати, видно, как надо действовать в столовой. Потому что известно, что лимоны, из-за того, чтобы они лучше хранились, их покрывают специальным составом, который защищает их от гниения. И этот состав, естественно, в чаеств очень нежелательный. Так вот, если лимон режут поровну, то этого состава на каждую часть щекается поровну. А в полезном части лимон внутренности, естественно, больше в тех частях, которые в середине. Поэтому, если вы хотите максимизировать отношение полезной части лимона к вредным, то нужно стараться выбрать себе кусок лимона, который был недалеко от цены. тогда относительная доля шкурки будет минимальной. Ну, это в курсе стереометрии, я не знаю, есть ли сейчас теорема или нет, она называется так, что поверхность шарового сегмента она пропорциональна сейчас я посчитаю технику векции на пропорциональность произведению высоты и радиуса высоты сегмента и радиуса шара наверное двое нужно ну, сейчас разберемся значит, что такое шаровой сегмент? шаровой сегмент, это нужно как с лимона, просто взять кусочек лимона взять шар и вырезать у него ну, на самом деле, даже не просто сегмент, а вот даже усеченный сегмент, наверное, правильно называть в общем, это кусочек шара между двумя параллельными плоскостями и вот у него есть нервная поверхность и вот эта поверхность S пропорциональна значит, у него есть высота этого сегмента расстояние между плоскостями которые мы высечили и есть радиус шара и есть охотники в центре пропорциональности только вот какой ты их ценный? скажите мне чтобы эта формула была правильная и какой должен быть их ценный? ну, чтобы она была правильная можно проверить, например, полушар какая площадь полушара? поверхность половины шара значит, если шар имеет радиус r то у него поверхность какая? 4πr квадрат ну, есть такая формула сейчас чуть не будет не сдаваться значит, у половины шара поверхность будет 2πr квадрат и значит, а высота у него равняется r на r и радиус, высота полушара, как раз его равняется то есть получается r квадрат значит, через цифру пропорциональности как раз будет 2πr квадрат вот я не знаю, те, кто в 11 классе что-нибудь вы такое изучали или нет? есть такая теорема в курсе поднимите руки, кто эту теорему видел в учебной геометре? да а как она там доказывается? с какой стороны страницы? кто-нибудь помнит, как доказывалась эта теорема? те, кто видел ее в учебной? никто не помнит? почему поверхность шарового сегмента вообще-то интегралы из школы давно-давно выгнали что? в общей образовательной школе интегралов нет уже давно да зачем интегралы? а я без интегралов трудно доказать это было в чем-нибудь Киселева это было всегда но все равно ее трудно доказать без интегралов поэтому вместе с интегралами она тоже ушла хорошо ну давайте я по крайней мере пытаюсь объяснить, почему это рационально значит, рационально означает, что если мы разрежем на много частей одинаковых то все части будут иметь равную площадь если мы через одно и то же расстояние проведем текущие плоскости то все части будут иметь равную площадь порядка ну как это тут доказать? значит, отдельная маленькая часть представляет собой конус ну, на самом деле, конечно, это не совсем точный конус но там, конечно, он кривой чуть-чуть но так это не очень важно, он слегка как найти площадь поверхности конуса? значит, нас интересует площадь поверхности конуса как найти площадь поверхности конуса? значит, его можно развернуть значит, если у вас есть колпак в виде конуса то такой колпак можно склеить просто из плоского листа бумаги как его нужно склеить? ну, куда? значит, какое нужно взять лист? ну, если мы разрежем, там, сзади разрежем колпак хотим сделать двух рыбок а, ну там будет такой прямоугольник нет, сверху будет вот эта точка сверху будет маленький потом будет маленький круг такой маленький нет, ну, если мы все это развернем как конус то получится вот такой сверху ну, так вот у нас есть такой конус вот так если его можно склеить ну, вот был конус вот здесь потом мы его так развернули получится угол ну, и здесь какое-то будет, естественно, это вот все точки находятся на одинаковом расстоянии от вершины, поэтому получится угодно ну вот, а эта полосочка я просто буду с усеченым конусом а, а усеченный конус будет вот такая штука внизу у него будет вот такой маленький полуковый если у него развернут ну, почему полуковый? вот эта нижняя часть пойдет сюда а верхняя часть пойдет сюда то есть будет в этом секторе как раз вот эта поверхность при разворачивании превратится вот в эту и следовательно площадь этой поверхности ну, это такой повернутый прямоугольник реально, но площадь его равняется произведению ширину это, там, h вот это вот на длину или ну, длина этой кусочек окружности она здесь зависит от того, что есть угол то есть возвращаясь к конусу, который нарисован здесь, надо взять h и взять вот длину ну, а длина равняется 2π 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 m ну, примерно то есть то есть если у нас вот есть такой сбоку кусочек сферы которые мы мысленно представили в себе в виде конуса то его площадь равняется 2π умножить на вот эту высоту длину его и на радиус на самом деле точная формула для конуса нужно брать радиус не по нижней границе а посередине но приблизительно это так ну а теперь можно заметить следующее что l на n на самом деле равняется h в высоте конуса на радиус сферы потому что эти два треугольника подобны но у них одинаковые углы то есть заменяя l на h мы заменяем потянузу на катя но зато заменяя радиус на радиус сферы мы заменяем катя на то есть площадь поверхности такого маленького кусочка сферы она равняется произведению радиуса сферы на высоту этого кусочка но если это верно для маленьких кусочков то это верно для любых кусочков потому что каждый можно разрезать на маленьких высоту склад ну не знаю в общем а убедил я вас или нет про то что лимон диетереский разрезается на части сравной кожурой вот кто считает что он это понял кто или по крайней мере правдоподобно что с этим объяснением что при рассадении лимона кожура примерно порогом делится ну ладно строго не строго но поверили в это а теперь будет совершенно удивительным образом можно так решить эту задачу давайте себе представим что мы закрываем круглое пятно а на самом деле вот это пятно которое мы хотим закрывать представляет собой вид сфер на сферу то есть реально на полу у нас пятно но это не просто пятно а вот мы мысленно себе представляем сферу на гиппосток на сфере есть такие полосочки которые проектируются вниз то есть если у нас на пятне которая здесь имеется какая-то положена штука то как бы над этой штукой есть вот такая кусочек сферы на которой как раз над ней помещается понятно как геометрическая картинка или нет ну вот вот лежала здесь полоска просто построим вертикальные плоскости которые с краёв этой полоски ну или посмотрим что они высыхают ну или мы просто смотрим сверху ну почему нет это кусок просто сфера получается в виде фигуры параллелепит почему параллелепит это кусочек сферы ну как вот есть такая сфера и вот мы его так сечем и вот у нас получается кусок шара жалко что я не принес ничего шарообразного вырезать но ну представьте смотрите там наверное ёлочную игрушку в которой видишь такую полоску а на самом деле она как шар тогда что на самом на этой ёлочной игрушке имеется кусочек кусочек покрашен так что мы сверху сбоку видим полоску значит то есть если у нас для каждой полоски которая была нарисована на земле можно эту полоску сделать представлять как проекцию полоски нарисованной на шаре полоски вот так площадь этой штуки пропорционально ширине полоски именно про это была теорема про лимон и яйцовес совершенно не зависит от того где лежит полоска поэтому если значит доля сферы которую можно таком разобрать обслужить одна и та же как бы мы не укладывали эти полоски поэтому самый выгодный способ обслужить всю полусферу с полосками минимальной суммешины это прикладывать друг другу реакцию